Мы едем с вами по сути по водоводу. Вдоль этой дороги проходит труба диаметром метр. Под ней, под огромным давлением, подается вода в Мурманск. Прокладывали водовод в 60-х годах прошлого века. Тогда же делали техническую дорогу, чтобы его обслуживать. А когда в этом микрорайоне Колы началось строительство частных домов, люди стали использовать проложенную грунтовку для ежедневных передвижений. Труба под постоянным давлением вышла на поверхность. Под снегом ее не видно, но когда он растает, машины начнут ездить. Прямо по ней. При ударном воздействии, многотоннажной техники, грузовики, самосвалы, те же гридера, погрузчики, может произойти разрыв вместо сварки. В этом случае весь объем воды, который поступает в город Мурманск, он будет изливаться вниз по рельефу, затапливая все нежлежащие участки. Кроме того, в городе Мурманске просядет давление. Чтобы этого не допустить, Мурманск водоканал приступит к необходимым для обеспечения безопасности работам. Для этого дорогу нужно будет поднять на 70 сантиметров. Предварительно расчистить ее от снега. На время проведения работ несколько съездов в микрорайоне придется перекрыть. Мы выехали еще раз, уточняем мероприятие по организации дорожной деятельности. К сожалению, выдача была произведена или распределение земельных участков без организации дорожной деятельности. Установлены определенные ограничения, оповещены все собственники, которые сегодня живут уже в этом микрорайоне. И эту работу продолжим. Альтернативные варианты проезда к жилым домам останутся, заверили в Кольской администрации. Возможно, путь к ним станет длиннее привычного, но это временно. По подсчетам специалистов, работы по поднятию дороги продлятся 2-3 недели. Ждут юго-восточный микрорайон Колы. В ближайшее время другие изменения. Это тоже касается инженерных коммуникаций. На участке продолжат прокладывать централизованное водоснабжение. В первую очередь, это присоединение к сетям участков для многодетных семей. В этом году эту работу мы продолжим с Мурманск-Водоканалом. Выделено субсидии 6 миллионов 600 тысяч рублей. И мы присоединим к водоснабжению еще 38 земельных участков. В прошлом году на средства регионального бюджета к водоснабжению присоединили 30 участков. Эти работы стоили 6,5 миллионов рублей. У нас есть трубопровод, он проложен, у нас стоят колонки. Мы готовы подключать даже участки, ну, те, где рядом трубопровод проходит. Но пока дома строятся не так активно, то есть нам нужен разбор. То есть когда будет разбор воды, иначе у нас все замерзнет. То есть если мы сейчас нагрузим водопровод этот, то получим отрицательный результат. Сама же работа по прокладке водопровода занимает не так много времени. Год назад Мурманск-Водоканал справился с этим за две недели. Работать в частном секторе проще, чем в городе, говорят специалисты. Нет большого количества подземных коммуникаций. Осталось дождаться, когда на участках начнется активное строительство. Есть насосная станция новая, которая стоит, и тоже она отключена на сегодняшний день. Если люди изъявят желание подключения, то, конечно, сделаем колодцы, подключим. То есть это вопрос решаемый. Пока же первостепенная задача – защитить основной водовод, который подает воду на Мурманск. Работе над этим водоканал приступит в ближайшее время. Анастасия Степанова, Сергей Расюк, ТВ21+.